Компьютер возрастом больше двух тысяч лет. Бетон во много раз прочнее современного. Таинственные книги, не поддающиеся расшифровке. Вот лишь несколько вещей, которые ученые до сих пор не могут объяснить. Люди прошлого обладали знаниями, которые мы утратили, но, возможно, еще восстановим. Первый пункт в нашем сегодняшнем списке – рукопись Войнича. На первый взгляд, это скучная книга с рисунками и текстами на тему ботаники. Но если вы присмотритесь повнимательнее, то заметите кое-что особенное. Прежде всего, вы не поймете ни одного написанного там слова. Даже не пытайтесь использовать Google Translate. Он не поможет. Предположительно, книга была написана в 15 веке, но это не какой-то древний язык. Кодекс написан на неизвестном языке. Некоторые ученые даже называют его «войническим». О рукописной книге ведется множество споров. Одни считают, что это шифр, и его можно расшифровать. Другие уверены, что это искусственный язык. Криптографы даже подготовили европейский алфавит Войнича, но это мало чем помогло. Иллюстрации в книге помогли ученым разделить рукопись на логические разделы. Это травы, астрономия, больниология, космология, фармацевтика и рецепты. В разделе «Травы» можно увидеть различные растения, но их изображения странные. Ни одно из растений не получилось идентифицировать. Они выглядят знакомыми, но отличаются от того, к чему мы привыкли. В разделе «Астрономия» четко изображены знаки Зодиака, но последние две страницы раздела, похоже, были утеряны. В разделе не хватает января и февраля с Козерогом и Водолеем. В бальнеологическом разделе показаны люди, купающиеся в бассейнах и ваннах. В разделе «Космология» есть несколько раскладывающихся вкладок, и одна из них занимает целых шесть страниц. Понять, что именно изображено в этом разделе, довольно сложно, но большинство объектов круглые. Раздел «Фармацевтика» назван так, потому что в нем снова есть изображения растений, и они перемежаются рисунками контейнеров, похожих на баночки для лекарств. Раздел «Рецепты» самый загадочный. В нем есть тексты, разделенные на пункты, отмеченные звездочками на левом поле. Интересно, есть ли там рецепт блинов? По названию можно ошибочно подумать, что книгу написал некий Войнич. Но на самом деле рукопись названа в честь Вильфреда Войнича, польского книготорговца, который приобрел ее в 1912 году. Сегодня в рукописи Войнича 240 страниц, но есть свидетельство, что раньше их было больше. Почти на всех страницах есть красочные изображения. Ученые утверждают, что в манускрипте не хватает около 28 страниц. Если вы любите загадки, а я знаю, что это так, вы можете попробовать его расшифровать. Оригинальная копия хранится в библиотеке Бейнике, в Еле. Но вы можете заказать по интернету свою копию, чтобы попытать удачу. Не хотите тратить деньги? Ельский университет опубликовал все сохранившиеся страницы рукописи на своем сайте. Никто не знает, кто его написал. Никто не знает, откуда он взялся. Нет, я не собираюсь снова говорить о манускрипте Войнича. На этот раз речь пойдет о 448-страничном кодексе Рохонси. Он был найден в Венгрии в XIX веке. И ученые до сих пор не могут понять, на каком языке он написан. Некоторые специалисты утверждают, что это палеовенгерская письменность, поскольку она чем-то напоминает древневенгерскую. Но все же книга еще не расшифрована. Она хранится в Венгерской академии наук. И сканы некоторых страниц в хорошем качестве доступны в сети. Тот, кто хочет изучить саму книгу, должен получить специальное разрешение. Пожалуй, манускрипт Войнича кажется гораздо более понятным, из-за того, что в нем много иллюстраций. В кодексе Рохонсе тоже есть рисунки, но они не такие красочные. Мы практически ничего не знаем о том, как древние египтяне строили пирамиды. Записей того периода не сохранилось. И ученые уверены, что это не случайность. Но недавнее археологическое открытие может пролить свет хотя бы на то, как они перемещали гигантские каменные блоки на огромные расстояния. Исследователи обнаружили систему пандусов возрастом 4,5 тысячи лет в алебастровом карьере в Восточной пустыне. Она появилась во времена фараона Хеопса, строителя Великой пирамиды Гизы, и состояла из центрального пандуса и пары лестниц с большим количеством столбов по бокам. Древние египтяне тащили за собой сани, на которые клали большие блоки алебастра. Привязав веревки к деревянным столбам, они могли вытаскивать сани из каменоломни по очень крутым склонам. Однако строительным материалом для пирамид был не алебастр, а гранит, гораздо более твердый и тяжелый. И удивительная система пандусов ничего не говорит нам о том, как египтяне смогли затащить эти огромные камни на еще более крутые склоны пирамид. Давным-давно в Древнем Риме жил ученый по имени Плини Старший. Он был одним из первых, кто описал так называемый римский бетон. Римляне использовали этот тип бетона для строительства многих сооружений, включая пантеон. Он состоял из трех частей вулканического пепла и одной части извести. Но это был не просто вулканический пепел. Римляне считали, что пепел, найденный там, где находится современный город Пацуолли, был самым лучшим, поэтому использовали именно его. Может показаться, что ничто не сравнится с современным бетоном, но у римского бетона есть одна замечательная особенность. Он становится прочнее под воздействием морской воды. Так что его можно использовать для строительства подводных сооружений. Сравните его с хрупким современным материалом. Специалисты предупреждают, что нынешний бетон служит всего около 50 лет. Кстати, под воздействием соленой воды он разрушается еще быстрее. Кроме того, древний бетон гораздо более экологичен, чем современный. Пожалуй, пора возродить древнюю технологию. Готовы к еще одной загадке? Вот она. Антикитерский механизм. Это первый прототип Макбука. Шутка. Он назван в честь места, где его обнаружили. Небольшого острова у побережья Греции под названием Антикитера. Это произошло в 1901 году, когда водолазы неожиданно обнаружили следы древнего кораблекрушения. На самом деле они искали морские губки. Естественно, там было много разных обломков. Но еще там нашлось нечто удивительное. Сложный механизм, о назначении которого собиратели губок не имели ни малейшего представления. Конечно, он был в ужасном состоянии. Но представьте, что было бы с вашим ноутбуком, если бы он провел под водой пару тысячелетий. Ученых ошеломила сложность находки. Они предположили, что это может быть древний компьютер, но отказались от этой идеи, сочтя ее слишком безумной. Однако примерно через 70 лет другие ученые пришли к аналогичным выводам. Позже ученые сделали окончательное заявление. Механизм вычислял и отслеживал небесное время. Люди, создавшие его, опередили свою эпоху. Исследователи попытались скопировать устройство в 2021 году и поразились его возможностям. Вопрос о том, кто и как его создал, остается открытым по сей день. А вот и бонусный пункт в нашем списке. Это кодекс Серафини. Его страницы похожи по стилю на рукопись Войнича. Но этот кодекс намного моложе. Ему чуть больше 40 лет. Впервые он был опубликован в 1981 году. Книга была создана между 1976 и 1978 годами. И вы вряд ли сможете прочитать эти 360 страниц. Причина проста. Язык книги вымышленный. А сама книга представляет собой иллюстрированную энциклопедию воображаемого мира. Как и рукопись Войнича, она состоит из нескольких разделов. Луиджо Серафини, автор, разделил энциклопедию на 11 больших глав. Автор утверждает, что в книге нет никакого смысла. Он экспериментировал с бессмысленными словами, чтобы показать взрослым, что чувствуют дети, которые еще не умеют читать, но видят в книге картинки. Если вы тоже хотите это испытать, можете заказать копию кодекса в интернете.